здравствуйте на канале тонн тв программа разбора полетов сегодня веду я михаил горин со мной студии мои коллеги журналисты илана михаэль и здравствуйте и марк горин здравствуйте кнесет утвердил во втором и третьем чине то есть окончательно закон об объединенном иерусалиме что это означает на самом деле я скажу для тех кто может быть пропустил эту информацию суть закона проекта заключалась в том что для передачи любой части иерусалима под иностранную юрисдикцию или по чью-либо другую потребуется большинство 80 депутатских голосов то есть таким образом нужно по до практически подавляюще если для других законов нужно простое большинство 61 голос то здесь то можно будет решить только с помощью 80 80 депутатских голосов естественно тут же раздались голоса против есть не только из со стороны палестинской автономии которая сказала что израиль таким образом вбивает последний гвоздь в гроб мирных соглашений и со стороны оппозиции есть голоса против и со стороны правых партий которые считают что такой закон по сути дела отрезает путь к возможным мирным соглашением при которых часть иерусалима возможно опять таки с тремя вопросами придется отдавать вот об этом мы для начала и поговорим ваша точка зрения по этому поводу пожалуйста ну я готова раз мне предоставили слово и я хочу начать немножко с истории может быть потому что для того чтобы понять все претензии взаимные которые бесконечно существуют вокруг иерусалима начиная с тысячи четвертого года до нашей эры когда царь давид возвел этот город а ведь он вся вся его судьба все его существование сопровождалось бесконечными войнами бесконечными нерешенными вопросами и бесконечным конфликтом если мы вспомним что в 1950 году через два года после создания государства израильский кнесет утвердил западный иерусалим столицы израиля исторический факт и тогда же 24 государства правда среди них не было сша и крупных еврейских еврейских европейских государств извините открыли там свои посольства и это было потом произошла война шестьдесят седьмого года шестидневная война израиль захватил восточный иерусалим и мы объявили единый неделимый иерусалим столицей израиля тогда в 1980 году лига неприсоединившихся государств вместе с советом безопасности он осудила присудила и так далее потребовала вывода тогда гиула коэн тогда депутат кнессета израильского подала законопроект о том что иерусалим в нынешнем его виде является единым неделимым и вечной столицей израиля имена хэмбегин поддержал этот закон законопроект тогда нас осудили большинство то есть практически все страны перевели свои посольства в тель-авив из страха перед нефтяным эмбарго и так далее и так далее и так далее вот по сей день мы продолжаем этот вопрос с иерусалимом обсуждать хорошо на прости я перебью я конкретизирую немножко вопрос пожалуйста следующим образом авторы законопроекта этого а сейчас уже и закона что он принят не скрывает собственно говоря своих позиций они говорят что в силу возможных каких-то будущих соглашений статуи иерусалима от израиля могут потребовать изменить статус иерусалима они хотят что называется застолбить территорию они хотят избежать этого упредить от ударов вот тут я и вижу определенную проблему это правильная она важная позиция или нет я считаю как говорили умные люди не надо быть правым надо быть умным ведь ни для кого не секрет что восточный иерусалим сегодня в принципе это не то место которое посещают израильские граждане более того это место которое очень неприятно посещать израильским гражданам я вас перебью в израиль я могу назвать еще много мест да и не ступает из нога израильской грани и которые линии которые неприятно но если не надо отдавать секундочку если мы говорим что и возможно это наше право я не отрицаю что до единый неделимый иерусалим все 80 депутатов кнесто только могут разрешить кое-какие территориальные уступки если вообще когда-нибудь они произойдут в плане отдачи земель иерусалима подумайте о том что тогда мы берем на себя ответственность за жизнь судьбу образование воспитание и так далее жители восточного иерусалима то есть либо ты говоришь да это граждане моей страны и тогда ты должен наделить их теми же благами льготами и так далее которые получают жители западного иерусалима либо ты этого не делаешь потому что на данный момент совершенно очевидно что инфраструктуры и прочие 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 блага в восточном иерусалиме совершенно не соответствует тому что происходит западном понятно давайте мы начнемся потому что мы к этому еще вернемся марк пожалуйста значит ну во первых ничего кроме вызывающего и смех и негодование популизма я здесь не вижу и не всегда считаю что это плохо но здесь во первых это люди просто вешают лапшу на уши я прошу прощения не порваю манский сленок потому что во первых существует закон о том он уже существует что любую часть израиля а иерусалим призван израиль израиль и отдать нужно иметь вот это квалифицированное большинство 80 голос это так сказать формальный признак но избирать для послеверства что они просто не знают что их давай что им предлагаю там есть одна тонкость то что вы говорите заложено в так называемом законе референдуме это немножко другая сторона вопроса это это отдельный закон о столице суть его все равно да по любому есть закон государства израиль а то что любая часть государства израиль может быть он да только дальше это уже так дело политических интриг и технологий избиратель но это по форме теперь посодержать надо очень как бы сказать не то что не любить свою страну люди которые эти люди которые каждый день клянутся в любви израилю и на самом деле безразличны его будущее они готовы его отдать и продать за несколько политических очков ну вот и ванглево восточном иерусалиме это широкое понятие на мой взгляд спорное потому что дело приятельства в деталях но даже правые депутаты что ты прочеркнулся как расправедливо правые депутаты говорят что это потом в случае если мы хотим какие-то мирные переговоры решает нас свободы маневра во первых но есть более интересные вещи есть такая штука как шлаф это тихий усидится большая специальность в области географии и русалима и психологии его жителей но для этого не надо быть большим специалистом это просто жуткое страшное болото каких-то людей вообще ужас от которого все мечтают отказаться и правы если с ними поговорить на микрофон все мечтают я разговариваю с их людьми конечно никому не нужен и ради бога если они хотят увидеть столицу этот участок заберут но теперь это невозможно сделать потому что инициатор этого законопроекта партия еврейский дом хочет получить лишние 4 очка политические и наконец самое поступное на самом деле это тоже большой обман людей которые не знают незадолго до приезд дашей алиф сравнительно ну видимо историческое время там 8 до несколько лет назад к иерусалиму административно был от иван дедауча знает эту материю были присоединены я не помню точное количество около 20 арабских деревень которые никогда не ходили в черту города и которые стали административной частью теперь мы защищать его делаем едиными и делим мирусалим на что на эти арабские деревья закон предусматривает возможность выделения этих деревень или части их так называемые отдельные административные единицы мы усложняем самим себе следующее правительство они 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 не пытаются столбить пока этого они пытаются столбить пока сидит такое правительство которое можно есть прошу прощения по религиозное которое можно купить за 20 копеек ну не за 20 копеек за большое количество копеек но без всякой идеологии и получить какие-то очки чтобы потом как говорится контролировать процесс они лишают свободы маневра то правительство израиля который захочет решать какие-то вопросы понимаете этим людям я прошу прощения они ведут дело к очередному так сказать подливает вас масса в огонь бензин в огонь они один им нужен скандал если скандала не будет они перестанут быть должны избирать вот как раз об этом я хотела сказать учитывая что этот законопроект подал наш дом израиль извините пожалуйста еврейский дом еврейский дом беннет который не скрывает своего желания как он говорит после эпохи биби на то не он так период называет период когда бенемин на то не он находится власти эпоха бенемин на то не он не скрывает того факта что когда бенемин на то не он завершит эпоху своего властвования он будет претендовать на пост премьер-министра страны и принятие такого законопроекта с его инициативой конечно же привлекает к нему дополнительные голоса это могут быть крайне право настроенные граждане ликудники которые продерживали до сих пор ликуд конечно он перетянет их на свою сторону он таким образом столбит себе это сказать будущее для своих планов которых он не скрывает и в этом смысле мы конечно находимся в ситуации которую можем только наблюдать и разводить руками другое дело что марк может быть придет другое правительство скажем более центр вменяемо левая я не говорю левая левая я говорю централизма изменит этот закон у нас же мы уже это обсуждали тут надо тем более что согласно этому закону я честно говоря этого не понял я в арифметике не очень силен но дело в том что для меня это неведомая тайна для принятия этого закона вот а возможной передачи части иерусалима нужно большинство 80 депутатских голосов а вот для того чтобы отменить нужно квалифицированное большинство 61 депутатский голос это не квалифицированное это рядовое рядовое квалифицированное это восемь хорошо 61 да вот вот это для меня неведомая чего нормально загадка обычный закон а тот закон который они продвигают они требуют квалифицированное там ну получается что для того чтобы принять нужно 80 а для того чтобы от тут же отметила нужно всего 61 хорошо есть еще один момент который я надеюсь мы успеем занимать нового вида права дело в том что я прошу прощения на том месте где я вас перебил когда вы говорили о том о жителях вот этих и о которых говорил тоже марк жителей арабских поселков лагерей которые примыкают что же мы будем о них заботиться и так далее вы задавались таким вопросом дело в том что по сути дела партия власти ликут на днях приняла решение о том что нужно аннексировать иудею и самарию то сделать ее израильской территории и тогда в сферу нашего сферу нашей ответственности я не знаю как попадет не несколько тысяч человек и даже не несколько десятков тысяч человек а несколько сотен тысяч человек а может быть и миллион два с половиной миллиона ну цифры там разные я не хочу жанрировать все называют израиль называет одну цифру палестинцы называют другую цифру они все время разнятся но миллион как что называется миллион туда миллион сюда кто вам считает конечно да опять-таки авторы этого пока что еще внутри партийного решения говорят исходит из того же из которого исходят авторы законопроекта и русалиме мы хотим что называется застолбить территорию вперед пока ничего не произошло то есть их как бы понятно что ими движет но что же мы будем делать тогда вот с этими людьми которые встанут войдут зону нашей ответственности я имею ввиду палестинцев которые там проживают или мы будем их выселять или мы дадим гражданство как с этим будет или все это политические декларации на которые не стоит обращать внимание пожалуйста мне кажется что на данном этапе это все же всего лишь политические декларации потому что мне трудно представить чтобы какой-нибудь здравомыслящий человек смог взять на себя ответственность пусть не два с половиной миллиона как гласит официальная статистика знаете что ну пусть миллион но не менее этого миллион людей что с ними делать если мы аннексируем эти территории значит им надо дать гражданство им надо дать социальное страхование медицину избирательное право и избирательное право то что правящая партия конечно никогда никогда вообще в страшном сне не видала и поэтому вопрос как как это вообще все произойдет и давайте вспомним что вообще эти территории в свое время захватывались для того чтобы вести переговоры в стиле территории взамен за мир то что все это потом получил абсолютно другое направление и в связи с тем что возможно израильское общество взяла такой очень сильно правый крен и сейчас у нас мы только хотим от нила до эфрата так сказать видеть наше израильного царства все позабыли о том для чего вообще эти территории собственно захватывает они захватывались в качестве буфера и в качестве земель которые мы будем торговать что называется взамен за мир все об этом забыли или во всяком случае те кто сегодня говорят об аннексировании иудеи самарии это страшная ответственность с моей точки зрения которая я уже не говорю о том каким экономическим грузом это ляжет на экономику страны я не говорю о том каков будет политический резонанс если это выйдет за рамки пока что ведь это только центр ликуда обсуждал без присутствия нитани ау который не был на этом собрании но остальные активисты об этом говорили да марк я в догонку просто к этому вопросу просто хочу сказать что отталкиваясь просто от слов и ланы что понятно что трудно сравнивать ситуацию она была совершенно иной и так далее но тем не менее когда собирались и аннексировали голландские высоты у этого было тоже много противников это же многие говорили о возможных последствиях и дипломатических и в отношении в мире и вообще как все это будет и так далее так далее и тем не менее это произошло я бы не очень хотел давать сейчас тема потому что голландские высоты большая тема сложная а в сегодняшний день привлечься дополнительной сложности у меня есть что сказать но просто это усложнит наш разговор о предыдущих темах я все-таки хочу нет нет пожалуйста заходишь вернемся голланд это уже в другой передачи может быть может это стоит об этом поговорить более объемно значит и о том что ликуд который предложил вот вторая тема о которой ты говоришь и байти и гуди которые бывают первая тема они соревновались между собой в праворадикальном популизме желая друг у друга оттянуть то о чем праворадикальный электорат единственный шанс общество это если их сегодняшние идеи не будут реализованы в законах иначе он получит такой циррис от которого не сможем убежать потому что вот если это произойдет да произойдет то одно из двух или действительно право мы должны будем дать и ведь ты говорил дать им избирательное право и листать в глазах мира страной апартеида апартеид это будет то что называется апартеид потому что так они еще не граждане а так мы будем добить своих граждан апартеид можно перевести апарт это разделить это 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 значит это то что вы получил это не может получили я не житель иерусалима но я очень так сказать ну проникновенно наш из нашей столицы древнему городу пустили там трамвай который ну очень важный которого так ждали русалимцы и как бы либеральная часть общества видимо когда прокладывали им говоришь может быть это рискованно пустила этот трамвай через вот этот район типа не то сам шлафат это не то что-то в этом играет да и этот трамвай там каждый день разбивает его значит его надо чинить это деньги не ходил сейчас как-то решили вам неважно это образ того что нам несут эти люди тех от которых район от которого надо бы отказаться через него позитив а что делать они же вроде люди как будто неудобно вот и мы будем вид вот такой травы вот такой трамвай мы будем участвовать в этот трамвай который как не разбивает а мы его сидим и живут и только за то что мы избрали это правительство и она дает нам до голову этот суд который мы должны нести дальше хорошо коллеги большое спасибо за этот обмен мнениями на этом все напомню что со мной студии были журналисты илана михаэль и марк горин всего доброго